Каланхоэ цветущий, уход в домашних условиях и причины почему не цветет. Каланхоэ, это один из самых ярких представителей рода толстянки, который объединяет около 200 различных видов. Естественной средой его обитания являются тропики Австралии, Америки и Азии. Если найти правильный подход к этой культуре, то можно любоваться ее превосходным цветением даже зимой. Она выбрасывает цветущие зонтики белого, оранжевого, красного и фиолетового окраса. Однако часто бывает, что после покупки растение не цветет дома годами, поэтому дальше и пойдет речь о том, как ухаживать за каланхоэ, цветущим в домашних условиях. Период цветения каланхоэ, зачастую каланхоэ расцветает в конце зимы, а длится этот период около 30 дней. Как часто цветет? Есть такие умельцы-садоводы, которые могут заставить растение зацвести не только в другой период, но и подстроить этот процесс даже под необходимую дату. Для этого, как только каланхоэ отцветет, его нужно срезать, оставив пенек. Потом растение убирают в темное место с температурным режимом около 15 градусов. Через 1,5 месяца каланхоэ возвращают на подоконник. За лето он нарастит зеленую массу и окрепнет. Чтобы растение хорошо кустилось, нужно прищипывать ему листики. Процесс этот длится до ноября. Каланхоэ требует особых условий. Иначе цветок не будет таким привлекательным, как в магазине. Потом растению обеспечивают хорошее освещение на протяжении 8 часов. И поддерживают температурный режим около 18 градусов. В таких условиях каланхоэ обязательно выбросит бутоны и будет радовать хозяина своим цветением на протяжении всей зимы. Обратите внимание, таким же способом можно добиться цветения этого растения и в летний период. Однако летом и так много цветущих экземпляров, поэтому в этом особой нужды нет. Каланхоэ, уход в домашних условиях, цветение, хоть каланхоэ совсем и не привередлив в уходе и относятся к выносливым культурам, все же соблюдать некоторые агротехнические правила. И идти на определенные хитрости нужно. Только так можно добиться пышного цветения и буйной зелени у себя на подоконнике. Температура. Каланхоэ очень выносливая, но все же при низком температурном режиме, меньше 10 градусов, оно может погибнуть. Поэтому зимой лучше его содержать в помещении, где температура держится в пределах 14-18С. В таких условиях у растения образуются здоровые бутоны, и оно стремительно вытягивается вверх. Летом допустимой является температура в диапазоне от 18 градусов до 28 градусов. Полив. Летом каланхоэ поливают, как только просохнет верхний слой грунта. Нужно внимательно следить за тем, чтобы почва не пересыхала, иначе растения сбросят листья. В зимний период выдерживают паузу. Когда просохнет верхний слой грунта, нужно подождать 4 дня, а потом его полить. Лучше всего воду наливать в подон. Полив лучше всего производить в подон. Влажность. Для выращивания каланхоэ подходит обычный климат, который характерен для жилых квартир. Его мясистые листья часто покрыты белыми ворсинками, поэтому не нуждаются в дополнительном орошении. Однако в летние знойные дни растения можно опрыскивать из пульверизатора, хотя это и не обязательно. Почва. Для каланхоэ хорошо подходит почва, которая предназначена для субкулентов. Однако можно ее приготовить и самостоятельно. Для этого в равных пропорциях берут песок и торг, а к ним в два раза больше добавляют листовой и дерновой земли. Удобрение каланхоэ. Удобрять растения нужно прикорневым способом. Цветущие экземпляры подкармливают комплексом микроэлементов, которые содержат азот, фосфор и калий. Удобрять растения нужно летом, примерно два раза в месяц. Важно. После каждой подкормки первое время необходимо контролировать состояние растения. Если у него пожелтеют или начнут сворачиваться листья, то нужно перестать вносить удобрения. Среди цветоводов пользуются популярностью несколько средств для подкормки. Добрая сила – это комплекс необходимых витаминов и питательных веществ, которые помогут повысить выносливость растения и укрепить его иммунитет. Удобрение специально разработано для кактусов и разнообразных субкулентов. Бонафорта – препарат, который стимулирует рост растений, укрепляет иммунитет и способствует появлению бутонов. Особенность этого средства состоит в том, что оно не теряет свои полезные способности даже по истечению срока годности. Агрикола. Подкормка, выпускаемая в хилатной форме, поэтому максимально усваивается растениями. Главным ее достоинством является небольшой расход. С одной упаковки выходит 45 литров удобрений. Агрикола лучше усваивается цветком. Уход после цветения, чтобы колонхоя радовала своим внешним видом не только во время цветения, но и в остальные дни, ему нужно обеспечить правильный уход. Размножением занимаются в мае, для этого можно срезать несколько черенков и рассадить в разные горшки, а сверху накрыть прозрачной банкой. Со временем они быстро окрепнут и выкинут пышную листву. После этого в ноябре у них можно ожидать появления цветов. В апреле возможно произойдет повторное цветение, дальше процедуру снова повторяют. Если метод черенкования не подходит, то омолодить можно и старое растение. Для этого необходимо срезать все цветоносы, которые отцвели, а когда отростки начнут расти, то их нужно прищипывать. Дальше отросток срезают после появления три пары. Благодаря этой процедуре растение станет пышным и ветвистым. С наступлением октября прищипывание больше не проводят. В конце зимы или в начале весны колонхоя дают отдохнуть. Для этого нужно сократить полив и длительность цветового дня, чтобы уменьшить день на растение через 8 часов. Можно надеть бутылку темного цвета, а когда наступит утро, ее нужно снова снять. Эта процедура хорошо простимулирует цветение. Вредители и болезни. Часто многие задаются вопросом, почему не цветет колонхоя. Для этого существует несколько разных причин. Если не соблюдать правила ухода, то растение ослабевает и может подвергнуться атаке вредителей, а также заболеть. К самым распространенным болезням относят. Серую гниль. Такое заболевание трудно не заметить, ведь листья при этом становятся липкими, мягкими и покрыты серым налетом. В этом случае, кроме применения фунгицидов, еще нужно пересадить колонхоя в другой грунт, а также обеспечить ему правильный полив. И вентиляцию почвы. Фитофтороз. Если растения постоянно чрезмерно поливают и происходит плохая вентиляция почвы, то это заболевание имеет больше шансов для развития. Сигналом о появлении фитофтороза послужат бурый налет либо коричневые пятна на листьях. В этом случае, чем быстрее получится обработать культуру фунгицидами, тем больше будет шансов на спасение этого цветка. Фитофтороз стеблевую гниль. К этой болезни приводит обычное переохлаждение растения. Если зимой температура в помещении опускается ниже 14 градусов, то растение попросту замерзнет. На гниль указывают почерневшие стебели вялые листья, которые также могут еще и мельчать. Мучнистую росу. Способствует появлению этого заболевания очень сухой воздух в квартире и недостаточный полив. Листья покрываются белым грибковым налетом, избавиться от которого также можно только с помощью фунгицидов. Особенность мучнистой росы состоит в ее способности быстро распространяться на соседние растения, поэтому больную культуру нужно срочно лечить и обязательно изолировать от других зеленых соседей. Кольцевую пятнистость листьев. На ее появление указывают почерневшие стебели круглые пятна на листьях. Это очень опасное заболевание, если оно поразило культуру, то ее уже не спасти. Важно, не менее опасными для колонхоя являются и разнообразные вредители, которые высасывают соки из растения, истощают его и приводят к гибели. К самым распространенным паразитам, которые не против полакомиться колонхоя, относятся. Тля. Она представляет собой зеленые или черные мелкие насекомые. Паразит любит живиться как листьями, так и стеблями. Этот вредитель несет очень большую угрозу для растений. Ситуация с паразитом усложняется тем, что он не только высасывает сок из листьев, но и выделяет яд. Пораженные места покрываются клейким веществом, и растение не может дышать. С самого начала присутствия насекомых обнаружить трудно, ведь они прячутся за внутреннюю сторону листьев. Понять, что колонхоя страдает, можно будет лишь тогда, когда растение начнет деформироваться и приобретать замученный вид. Пораженную листву вместе с насекомыми лучше срезать и сжечь. Это обусловлено тем, что тля быстро переносится на другие культуры. Затем на протяжении месяца каждую неделю растение нужно сбрызгивать мыльным раствором и обрабатывать инсектицидами. Щитовка. Этот жук предпочитает прятаться в листьях, поэтому его можно обнаружить не сразу, а когда оно успеет навредить, и листва начнет опадать. В борьбе помогут инсектициды. Мучнистый червец. Кроме того, что это вредитель высасывает сок из листьев комнатного колонхоя, он еще и разносит болезнь, черную плесень. Червец напоминает мелкие кусочки ваты, поэтому его трудно не заметить. В профилактических целях, чтобы предупредить его появление, листья нужно протирать мыльным раствором, а для уничтожения этого вредителя. Подойдет минеральное масло. Взрослые особи лучше убрать бумажным полотенцем. Личинки могут прятаться и в грунте. Они любят богатую азотом почву. Потому, если в цветах завелся червец, то от старого грунта нужно избавиться. Клещ. Когда этот вредитель поражает растения, то ткани цветка грубеют, искривляются и будто бы покрываются коричневой коркой. Паразиты необходимо смыть мыльным раствором, а сам цветок обработать инсектицидами. Мучнистый червец. И самое главное, чтобы не пришлось вести интенсивную борьбу с вредителями и болезнями, нужно придерживаться следующих правил. Нельзя держать цветок на сквозняке. Не допускать резких перепадов температуры. Не держать колонхоя в помещении, где чрезмерно влажный или слишком сухой воздух. Кроме того, что колонхоя цветущий послужит великолепным декоративным украшением любого домашнего уголка, он еще и обладает лечебными свойствами. С его помощью можно снять воспалительный процесс, а также этот цветок используют при инфекционных заболеваниях, для заживления ран и при болезни в печени. Можно не сомневаться, что на любовь и заботу он ответит взаимностью.